Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. Цифровизация оказала положительный эффект на развитие товарооборота и транзитного потенциала, сообщает Комитет госдоходов. А модернизация пунктов пропуска увеличит пропускную способность и повысит эффективность работы. Что еще планируется в данной сфере и как намерено улучшить работу таможенных органов, расскажет наш корреспондент. Живописная картина очередей у пунктов пропуска то и дело мелькает и в интернете. Например, жалобы на длину очереди на границу с Узбекистаном и, как пояснил на брифинге представитель департамента контроля, закрыт на самом деле всего один пост, а остальные функционируют в штатном режиме с частичными ограничениями. Но чтобы в целом процесс прохождения таможни проходил в ускоренном порядке, внедряют электронную очередь. Это минимизирует скопление ожидания на границе, ведь ранее у перевозчика не было информации о ситуации на месте. Вот тут и пригодятся новые цифровые процессы и, к слову, электронная очередь внедряется сразу на десяти пунктах пропуска с третьими странами. Это исключает манипуляции с очередями, коррупционные риски и сводит на нет ожидания в живую очереди. Так, в десяти пунктах пропуска на государственной границе с третьими странами у нас внедрена система электронной очереди, которая обеспечила прозрачность всего перевозчного процесса, исключены все возможные манипуляции с очереди и коррупционные риски. Также исключены ожидания в живой очереди. С 1 июля текущего года вступило в действие ряд правовых актов, регламентирующих пропуск автотранспортных средств с использованием системы электронной очереди. Отмечаем, что ранее действующие временные схемы утратили свою силу. Более 70 тысяч человек уже воспользовались электронной очередью. По ней проследовало порядка 90 тысяч единиц транспорта, рассказал спикер. Есть еще специальный телеграм-чат, а еще автоматизирована выдача в электронном виде актов госконтроля на драгоценные металлы и свидетельства о безопасности конструкции транспорта, который используется при таможенной очистке. Был тут затронутый вопрос по Харгосу, который снова запущен в апреле после трехлетнего простоя. И теперь физлицы могут подать декларацию через мобильное приложение ЕСАЛА Хазамат, что ускорило и упростило процедуру таможенного декларирования товаров для личного пользования. 10 пунктов пропуска на границе ЕАЭС переживает модернизацию, и это позволит увеличить пропускную способность 8 раз. Реконструкция по согласованию с узбекской стороной автомобильный пункт пропуска Капламбек, сопредельный Зионата, полностью закрыт на реконструкцию. Реконструкция остальных пунктов пропуска проводится без закрытия, но с ограничением движения легкового автотранспортного средства и физических лиц. Завершить реконструкцию во всех пунктах пропуска планируется до конца 2024 года. Сократится время оформления с двух часов до 25 минут, и если подытожить вышесказанное, то получается, что заключены соглашения об обмене информации с девяти у государствами, полностью оцифрован процесс декларирования товаров, снижено расхождение в таможенной статистике между китайским экспортом и казахстанским импортом и так далее. Гульнару Марвах, Медяр Ильясов, ТДК-42. Вопросы защиты бизнеса обсудили в Западно-Казахстанской области. Под председательством областного прокурора Серика Шалабаева с участием руководителей контролирующих органов, представителей бизнеса и региональной палаты предпринимателей прошло совещание по проблемным вопросам привлечения инвестиций. Вопрос привлечения инвестиций находится на строжайшем контроле личной главы государства. Поэтому решается он интенсивными темпами, в том числе и в нашем регионе. Например, только за первое полугодие 2023 года сумма инвестиций в экономику области увеличилась на 30,7% и составила 250 миллиардов тенге. Каждый проект должен четко проанализировать, насколько это пойдет, не пойдет. Одно дело, да, скажем, озвучено, а другое дело мы качественно должны... Между тем, для решения поставленных задач существуют препятствия. Часто все предприниматели сталкиваются с проблемами в сферах налогообложения, земельных отношений, а также при получении технических условий и многих других. Для решения этих вопросов при прокуратуре создан фронт-офис. Касательно фронт-офиса. Он функционирует на базе прокуратуры области в целях оперативного принятия мер по проблемным вопросам инвесторов и содействия в продвижении значимых инвестиционных проектов. В задачи входит изучение каждой проблемы инвестора с выездом при необходимости на место совместно с госорганами. Предоставление правовой консультации с субъектом бизнеса и инвестором. Предприниматели, принявшие участие во встрече, озвучили ряд проблемных вопросов. Особенно, как выяснилось, бизнесмены волнуют проблемы субсидирования. По каждому проекту на уровне экспертной группы, сформированной, мы отработаем все риски проекта. Если они запускаются, они должны, безусловно, конечно, работать. По словам главы региона, все озвученные вопросы взяты на контроль и будут отработаны совместно с прокуратурой. Айдана Каримова, Нурлан Кунаш, Васлабек Абекенов, ТДК-42. В Казахстане пересмотрят тарифы на медицинские услуги. Это связано с необходимостью повышения зарплат персоналу больницы и поликлиник. Действующие тарифы не учитывают ежегодный рост расходов на комуслуги, питание, лекарства и расходные материалы. Между тем, общий долг медорганизации превысил 87 миллиардов тенге. Эти и другие вопросы обсудили во время рабочей поездки председателя правления Фонда социального медицинского страхования Сабита Ахметова в Актюбинскую область. Тему продолжит Лейла Уесова. Более 4,5 миллиардов тенге задолжали 38 медицинских организаций Актюбинской области. В основном это государственные поликлиники и больницы. Напомню, есть установленные Минздравом тарифы, согласно которым организациям оплачивают каждый пролеченный случай. Но в то же время растет нагрузка на фонд оплаты труда. Дорожают комуслуги. На другие расходы практически не остается денег. У нас 76% дохода уходит на выплату заработной платы сотрудникам. Например, в Баиша в клинике на эти цели ушло 90%. Сейчас стоит вопрос сокращения штата, что вызывает недовольство людей. Из-за нехватки средств мы не можем приобрести тесты в поликлинике. Есть тесты с высокой стоимостью, но они нам необходимы. Посильную помощь поставщикам услуг в фонде окажут. В то же время сами медорганизации должны разработать и утвердить план финансового оздоровления. У каждой области проблемы одни и те же. Поэтому мы сейчас в рамках них готовим план работы по итогам поезда, который мы сейчас перед собой будем ставить задачи, пути их решения. У нас амбулаторное лекарственное обеспечение, в том числе и для сердечников, в том числе и диабетиков, в полном объеме на 100% обеспечивается, никаких проблем нет. Единственное, есть проблемы многих горожан в плане очередей на узких специалистов. Врачи попросили Сабита Ахметова рассмотреть вопрос финансирования с учетом оказания помощи иногородним пациентам, которые приезжают лечиться в Актубе. При этом на своих жителей денег не всегда хватает, так как срабатывает линейная шкала. Этот вопрос глава фонда пообещал изучить. Что касается повышения тарифов по ОСМС, то здесь все зависит от возможностей бюджета и поступлений. Сегодня приоритетными направлениями являются скорая помощь и детские нозологии. В этом году по системе обязательного социального медицинского страхования дополнительно выделят 59 миллиардов тенге, из которых больше 3 миллиардов предусмотрены для медицинских организаций Актюбинской области. На сегодня средства доведены до филиалов, начаты конкурсные процедуры для дальнейшего распределения между клиниками. Лайла Уэсова, Жумар Худайбергенов, телеканал ТДК-42, Актюбинская область. Жители пригородного Куральского поселка Деркул выразили беспокойство по поводу строительства арыков. По их мнению, подрядчик ведет работы с нарушениями, которые могут привести к нежелательным последствиям. А именно, большая глубина арыков, что может способствовать промерзанию водопровода, проходящего под канавой. Также люди боятся за детей, которые могут провалиться в гидротехническое сооружение и получить травмы. Наш корреспондент разбирался в ситуации. Сам Алказеев живет в поселке Деркул. До этого времени, по его словам, он и соседи жили спокойно. Но с начала строительства арыков сельчане забеспокоились не на шутку. Арык соорудили неправильно, ведь их глубина составляет полтора метра. А под ним еще находится водопровод. От дна арыка до водопровода 50 сантиметров. Это, в свою очередь, может привести к промерзанию водопровода, рассказал мужчина. Данная проблема, связанная с арыками, решается довольно долгое время, когда здесь еще строили дорогу. Изначально нам говорили, что они не собираются строить арык. Мы, жители поселка, считаем, что арык построен неправильно и не по стандартам. Да и где это видно, что арыки сооружают прямо возле домов, ведь их принято строить возле дороги. Зимой, если вода промерзнет, что нам придется делать? Почему руководство поселка и города не думает об этом заранее? Ни застройщик, ни Акимат об этом не подумали, хотя мы не раз обращались к ним и говорили об этом. Наше главное требование, чтобы этот арык закопали и построили нормальный. Помимо вышеуказанных проблем, сельчан беспокоит то, что во время проливных дождей дети могут попасть в глубокий арык, что, в свою очередь, может привести к печальным последствиям. Для разъяснения данной ситуации наша съемочная группа отправилась в Акимат поселка Деркул. По словам чиновников, построить арык пришлось из-за паводкового периода, который приносило немало проблем местным жителям. Так как рельеф неровный, возникла такая ситуация, что лотки опустились ниже уровня земли более на метр. Поэтому жители начали обращаться в Акимат. Данный вопрос мы рассмотрели. Сейчас будем проводить работы по исправлению замечаний жителей. Получив ответ от руководителя отдела благоустройства поселка, мы связались с застройщиком, который, собственно, и соорудил арык. По его словам, все начиналось хорошо, ведь земля была ровной. Ближе к середине начали появляться холмы, из-за которых арыки стали глубже. Но на вопрос, почему арыки так близко расположены к домам, мы не получили ответа. Подрядчик заверил, что они с местным Акиматом уже занимаются решением данной проблемы. Местным жильцам остается лишь надеяться на то, что поговорка, обещанного три года ждут, их не коснется. По факту пожара на автогаззаправочной станции в Экибастузе возбуждено уголовное дело. И сразу по двум статьям. Это часть 2 статьи 281 – нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека. И часть 2 статьи 292 – это нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Напомним, 26 июля произошло горение четырех резервуаров с газом. Огонь перешел на рядом стоящий продуктовый магазин, автомобиль и водонапорную башню. Также ориентировочно на месте находилось 40 газовых баллонов. Позже на месте пожара обнаружено сгоревшее тело 17-летнего юноши. Он работал оператором на ГЗС и являлся сыном владельца станции. Причина возгорания устанавливается. Постановлением Акимата города создана рабочая группа по мониторингу деятельности 23 автогаззаправочных станций и 11 газовых станций. К месту прибытия было возгорание четырех автоцистерн, две цистерны по 10 кубов, одна цистерна трехкубовая и одна цистерна пятикубовая на территории. Кроме этого, произошел взрыв газовых баллонов, индивидуальных газовых баллонов. На месте находилось 50-литровые 40 штук газовых баллонов. Затруднялось тушение, в связи с чем было открыто сильное пламя, горение газа. Группа лиц в Костанай подозревается в хищении более полутора миллиардов тенге, выделенных на развитие АПК. С 2022 года по настоящее время путем мнимых сделок о реализации мяса они похитили бюджетные средства. Сумму хищений превышает 1 миллиард 600 миллионов тенге. Организованную группу возглавлял директор крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия, в которую входили его подчиненные, руководители крестьянских хозяйств, ветеринарные врачи и должностные лица. Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, а также продукции с завышенным весом, за что получали субсидии, которые делились между участниками преступной группы. В настоящее время установлено более 50 крестьянских хозяйств, вовлеченных членом ОПГ в свою преступную деятельность. Зарегистрировано 17 уголовных дел по фактам хищения путем мошенничества, создания и руководства организованной преступной группы. У членов группы обнаружены в банковских ячейках и на счетах денежные средства в иностранной и национальной валюте на суммы свыше 3 миллионов долларов США. В ходе предварительного следствия руководители крестьянских хозяйств дали признательные показания и добровольно возвратили государственный бюджет более 62 миллионов тенге. В ходе следствия под стражу взяты 5 активных членов ОПГ. Досудебное расследование продолжается и на информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия разглашению не подлежит. Киберпол теперь появился и в Уральске. Официальная презентация спецподразделения по борьбе с интернет-мошенничеством состоялась в городском отделе полиции с участием начальника департамента Армана Урозалиева. Теперь, как отмечают полицейские, борьба с киберпреступностью будет вестись оперативнее и эффективнее. Наш корреспондент побывал на мероприятии. До этого времени спецподразделение Киберпол существовало в крупных городах страны. Это Астана, Алмата и Кустанай. С приходом нового начальника департамента полиции Западокзастанской области Армана Урозалиева Киберпол появился и в Уральске. Спецгруппа, в состав которой входит 9 сотрудников, это 4 следователя, 4 оперуполномоченных и 1 криминалист, будет раскрывать и расследовать интернет-преступления. По словам Армана Урозалиева, в состав Киберпола входят сильнейшие сотрудники, которых будут отправлять на обучение в Алматинскую академию МВД. Наши сотрудники на сегодня, у нас есть меморандум о взаимодействии с Академией Алматинской, полицейской академией, на базе которой открыт Киберполигон. Кстати, этот Киберполигон один из мощнейших в нашей республики, можно сказать, даже в Истангрии, можно сказать, знают люди, приезжают даже, обмениваются опытом. Будем туда направлять сотрудников. На сегодня наши сотрудники – это те сотрудники, которые имеют практическую, практически наработали свои знания, проследовав данные преступления. Это практики. Спецподразделение Киберпол оснащено цифровой лабораторией. Также специалисты отдела могут выявить программы, которыми пользуются интернет-мошенники, путем мониторинга гаджетов. Но это еще не все. В начале следующего года планируется приобрести еще несколько новых и современных IT-программ, которые будут помогать вычислять воров в сети. Чтобы технически оснастить полностью наших сотрудников большие деньги, но Аким в области было доложено, Аким в области полностью поддержал. Вы сами увидели, было недавно в совещании, месяц назад, на котором далось задание. Поддерживает. Я думаю, в конце года, если нам поддерживают на комиссии, то тогда мы в следующем году, в первом квартале, полностью уже закупимся всеми необходимыми программами для борьбы с кибер-преступностью. Эти программы – это лучшие программы, которые существуют сейчас в мире. Мы хотим таких программ. Это, конечно, деньги, но оно того стоит, я думаю. Стоит отметить, что с момента действия подразделения Киперпол в Западказахстанской области уже раскрыты и направлено в суд 15 дел и имеется перспектива на раскрытие еще 33 дел. Данна Керимбаева, Виктор Протков, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В Уральске начинается строительство многофункционального спортивного комплекса. В рамках исполнения поручений главы государства об укреплении спортивной инфраструктуры возводится новый дворец спорта, аналогов которому в регионе пока нет. Новый объект появится на территории 10 микрорайона. Планируется начать строительство в августе текущего года. На какую сумму обойдется будущая спортивная арена, расскажет наш корреспондент. Президент Касамжумар Тухаев в ходе своей рабочей поездки 9 марта дал поручение проработать вопрос о строительстве многофункционального спортивного комплекса. И сегодня прошло торжественное мероприятие, закладка капсулы, в которой мы тоже приняли участие. В мероприятии приняли участие Аким Западно-Казахстанской области на ремонт Урегалиев, представители Казмунайгаз и сотрудники строительной компании, ветераны и любители спорта. Казмунайгазу за оказание содействия по финансированию строительства ремонтационального спортивного комплекса. От имени жителей города вам выражаем благодарность. Кроме того, я хочу поздравить наших здесь ветеранов спорта, любителей спорта, наших чемпионов здесь. Я приятно удивлен, что в Западно-Казахстанской области очень много олимпийских чемпионов, чемпионов мира, несмотря на то, что спортивных комплексов немного. Сегодня мы делаем еще один шаг в направлении улучшения возможности. Мы стремимся создать условия, чтобы регион воспитывал качественно подготовленных спортсменов. Ведь для нынешнего поколения важен комфорт и современное оборудование. Будет необходимый инвентарь для занятий такими видами спорта, как футбол, волейбол, гандбол, баскетбол, бокс, карате и всеми видами борьбы. Планируется начать строительство в августе текущего года и сдать в эксплуатацию объект к концу 2024 года. Стоимость проекта – 17 миллиардов 900 миллионов тенге. Дворец спорта также позволит нашему региону проводить международные соревнования. В будущем многофункциональном спортивном комплексе будет зал борьбы, фитнес-зал, зал стильбы из лука. Далее будет бассейн длиной в 25 метров, будет скалодром. Также будет зал беговой дорожки длиной в 200 метров, со зрительским залом в 1200 мест. У нас такого не было. Во всех областях, в больших уважающих себя областях, есть спортивные такие огромные комплексы, спортивные, в которых проводятся чемпионаты мира, чемпионаты Азии. Проводя такие большие масштабные соревнования, у детей возникает желание, у них открывается желание, чтобы заниматься дальше. В настоящее время для жителей области действуют 1788 спортивных сооружений. На развитие массового спорта в области и пропаганду здорового образа жизни предусмотрено 235 миллионов 196 тысяч тенге. По статистике, в регионе численно систематически занимающихся физкультурой и спортом, достигло 270 219 человек. Это 39% населения. Планируется, что до конца года этот показатель дойдет до 41%. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе Сити-Центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре Азиамол на первом этаже. Продолжение следует...